Итак, всем привет, дорогие друзья! Продолжаем с вами смотреть доту на D2CL. Новый сезон, первый день, все дела и первая же Best of 3, которая не закончилась у нас при помощи двух карт, поэтому пацанам придется решать все свои вопросы уже на третий. Тут у нас Redo, напомню, против HF, а с вами все еще Crystal вместе с Ёжиком. Да, да, вторая карта была долгой, интересной, но все-таки закончилась победа RedoThunders, несмотря на то, что много ошибок действительно было. Посмотрим, как будет на третьей решающей карте на Decider, если можно так его называть. Night Stalker появляется у RedoThunders вместе с Шамальчиком. Интересно. Вообще довольно сильные линии, да, у нас что одно и что другое команды, то есть Mars SkyRaf, это катка, как вы знаете, еще сумасшедшая, супермного дэмэджа, Bane хорошо секьюрит свой лайн с любым керри, и Timber, соответственно, видимо, Middle снова от HF, довольно неплохо себя показывающий. Ну, а RedoThunders в свою очередь взяли себе Инщу, которая усиливает любой лайн. Посмотрим, какой у нас сейфлейнер будет, причем одной и другой команде, да, не хватает сейфлейнера, поэтому, скорее всего, мы увидим целых 4 бана керри. У нас и так уже находится там Медуза вместе с ВК и ЦК, Темпларка также улетает, ну и мы понимаем, в чем идея, да, у RedoThunders, а RedoThunders хотят себе героя, который будет темповать HF, ну, не знаю, на что они выйдут, либо на какой-то подобнейший вариант, может быть, еще что-то придумают. Как минимум у них класс пик, поэтому есть определенное преимущество. Минус Бэтрайдер в бан, неужели они реально думали, что RedoThunders возьмут все Бэтрайдера, типа, и тогда кто у них будет керри? Керри Пангольер, Керри Баланар? Почему? Баланар. Ну, и к тому, что зачем Бэтрайдера-то банить? Да, бан странный, бан странный. Ну, опять же, да, у Redo было бы хороший какой-то темповый герой на первую позицию, и тут, на самом деле, кандидатов очень-очень много. Тот же Monkey King, на самом деле, мог бы и Redo зайти, почему нет? Против Тимбера, конечно, по игре может быть немножко тяжеловато, но, с другой стороны, на линии ты спокойно стоишь против него. Могли бы себя ставить в теории, решили избавиться. Я подозреваю, что они снова хотят розетку, просто поэтому убирают Monkey King, наверное. Хотя, в целом, вроде как, он не так плохо против него. Не знаю. Ну, просто им самим-то Monkey King здесь отвратителен, потому что два героя, которые очень хорошо убирают леса, это Марс и Тимбер, поэтому ты не хочешь играть им как-никак. Если ты его пикаешь, то значит, что либо ты просто где-то на другом уровне измерения и понимаешь игру настолько офигенно, что тебя никогда не срубят, но сомнительно. И минус Джаггернаут, опять же. Джаггер, мне кажется, здесь для ареда был бы совершенно шикарен, у вас довольно хороший потенциал бы вырисовывался. Это Луна, для Славе. Ну, такое пока вот прохладно, что называется. Согласен с тобой. Что-то как-то Луна очень нравится. Ну, типа, она здесь хороша именно тем, что она быстро фармит, и потом уже всех убивает, но с тем стилем, которым играют аредовцы. Ну, и кроме этого, да, они очень круто с Буанаром стакуются, потому что Буанар вызывает ночь, а Луна имеет плюс вижен ночью. Поэтому им по кайфу. Но в целом, ну, темп получается вырисовывается, да, хороший. У тебя НЧА Луна — это линия, которая довольно проста вроде как должна быть, хотя против Скай Марса ничего легкого не бывает в этом мире. У вас есть растворды, у вас есть хороший пуш, у вас много демеджа. Вот, в целом норм. Но сейчас увидим, что ИЧФ придумывает, потому что у них опций довольно-таки много. Можно, начиная с иллюзионистов, кстати, ну, Луна вот один из героев, который, в принципе, вроде как против иллюзионистов не так плохо. Но я бы... Чего у нас Буанара не боится на кире позиции? Ну, фиг его знает. Ну, на линии не боится, возможно, а вот по игре тяжело. Очень. Быстрый Весел, БКБ, Блинк Даггер, Баланар здесь просто рубят. Просто рубят, на самом деле. Я не уверен, что... Ну, ладно, неважно. Да не, но возможно, что-то другое даже... Ну, смысл в том, что ты просто прыгаешь с Войдом и Савенсом на Фантомку, либо на Скаймага, либо... Ну, то есть, либо в бэклайн на Скаймага Бэйна, либо, наоборот, на фронтлайн, на Тимбера, который ничего не может сделать без Блокенбара при этом случае и на Фантомку. То есть, как варианты... Вариативный пик, вариативный. Другой вопрос Луна. Под Луну ты хочешь всегда какую-то опцию, которая тебя круто сейвит. Shadow Demon, не знаю, ну, Oracle такое себе, да, Dazzle, понятное дело, сейчас не самые метовые персонажи, хотя тоже, как вариант, могут быть. Здесь Инча, то есть, это усиление линии, и нужно отыграть линии. Но против Тимбера Марса, насколько это получится, большой-большой вопрос, на самом деле. Думаю, драфты, ну, интересные, интересные. Я бы даже сказал, что довольно ровные, и кого-то вот прям выделить, не знаю, сложно. Довольно сложно выделить какую-то одну команду. Наверное, и Чеф поинтереснее смотрится. Все-таки Фантомка здесь перерубает Луну. То есть, с появлением предметов Фантомка вообще, ее останавливать очень трудно. Ну, типа, здесь нет никого сквозь БКБшного контроля, его никогда не появится, потому что никого у Эбисола здесь никто не собирает. Ну, типа, только была Анарфа, все, когда у тебя. Так, в целом, если она доберется, короче, до БКБшки, если получится к этому моменту игру не проиграть Салат, то, в целом, она, да, она может перерубать всех. Рубой страны Луна здесь убивать всю команду, кроме Фантомки. Так что будет очень сильно зависеть от личного исполнения. Ну, и, конечно, посмотрим за тем, насколько получается играть у Нуба Пангальером, потому что Панга это все-таки ультра-скиллозависимый герой. У Нуба этот герой на 23-м левле, то есть, много отыграно, и он знает прекрасно, что с этим всем делать. Но, опять же, опять же, да, мы все прекрасно понимаем, что... Он может где-то набортачить, потому что он уже отыгрывал не так уж хорошо. На протяжении и предыдущего сезона, и сейчас. Но, вдруг, от него был вот на линии плохо, а потом пошло вроде уже намного легче. С макетой шефов, и одновременно... Значит, интересно, встречи не будет? Должны ничего-ничего забирать, нет? Ничего должны рифмоза забирать. Ну надо же! Ну ты вот сейчас и задайвишь, блин, там у тебя сзади несколько челов. Минус Бэйн одновременно, топ ФБ отдаст, Бэйн отдаст ФБ, да? Или нет? Фарик? Ничего-ничего-ничего. ФБ, и Рэдсу получил себя. Сейчас плач, что крайне важно, именно для него. Так, Рэдсу, Рэдсу, Рэдсу здесь уходит? Да, уходит, все, разошлись вроде ребята миром, хотя тут HF еще пытаются что-то, видимо, навязать. Тут SkyMak и Mars остались на такой агрессивной довольно позиции. Вряд ли, конечно, пойдут на хайграунд, но, тем не менее, Луни не дадут выйти или все-таки хотят. Смотри, опсик ставят, да ладно, чё, реально руну хотите отжать? Ну, можно попробовать. Теория у Луны нет Люсин Бима, при этом есть Шейклы, руна забирает в итоге классно-круто, правда, не погибнет ли он сам здесь? Это большой-большой вопрос, Шейклы-то имеется. Нужно просто бить этого Марса, выходят вперед ребята, еще по тычке скинутся 100%, Войт имеется, урасла через 2 секунды, Марс погибает. Все-таки погибает. И коэффициентики, коэффициентики от наших друзей в Inline. 1.54 на Ореда Тандерса, на HF220, соответственно. Ну и, ребята, не забываем про баннер по трансляции, который дает вам фрибет до 10 тысяч. Так-то, ну так-то. И... можете совершенно спокойно этим делом пользоваться, а у нас пока ленинг стадия, который уже целых 3 кила до 0.50, да, ну то есть это уже очень-очень много. Классно-круто сыграл по-мужски, что называется, как бык пошел, просто забрал эту руну, но за это поплатился жизнью. На меду, в свою очередь, кстати, довольно такое, противостояние не самое приятное для Пангольера. Он любит контактные бои, а Тимбер он не любит, почему-то вообще не поможет. Да. Тимбер его здесь еще и рубит довольно неплохо. Ну, такая битва до 6-го левела. Вот на 6-м левеле там поинтереснее будет, да? Ролин Тандер 1, плюс Чекрам 1. Кто все-таки атакует, кто перетянется. От этого интересно, а сейчас пока тут такая месиловка. Другой вопрос, что в топе происходит? Посмотри там, что с линии вот тут произошло. На эти сталкеры фармят под 5-1. Отвели просто, да, и Маэстро Виш максимально постарался для того, чтобы залутать оттуда Экспилинс. Даже какие-то лустики дать. После за этого стянуться Буанару. Самое главное, что Фантом какого-то получает припарм. На бой, тем временем, смерть Луны, походу, призаходит. У него 4 стика, правда. Можно нажать. Нажимается стик, но это не мешает. Ему погибнуть. А вот так вот отдаваться на линии, конечно, нельзя. Ни в коем случае, Луни, потому что у Луны здесь игра тяжелая. Реально тяжелая. То есть здесь нужно много-много-много предметов. Тебе нужно им от оставил, чтобы сбрасывать с себя Сайленс. Тебе не помешало бы МКБ против Фантомки. По-хорошему хочется какой-то Скади против Тимбера и Линку против Финсгриппа. То есть что-то из этого нужно выбрать. Поэтому артефактов нужно очень много. И, конечно, здесь Луни нужно играть вообще безошибочно, я бы сказал. Чтобы выиграть эту игру. Тут плюс, тут плюс. Потому что, да, рано или поздно на нее просто сядет Фантомка. И у Фантомки этой будет не просто, да, там, одна Фантомка, а Корп... Тимбер. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Взрывает еще и Шамайча на топе. Неприятно. И Ласхид получает Реца, у него уже 2-0. А Фантомка с 2-0 это как бы вообще не хухры-мухры, если что. Оно тебя сожрет потом. И об этом все должны прекрасно помнить. Какого-то сквозь БКБшного контроля нету. И впоследствии это может сыграть свой роль. С появлением как раз-таки БКБ на этом героя. Красиво, кстати, нуб доджит с пылы Никекула. На миду. Ну и на боте пока реализация вот этого Ская Марса идет успешно, да. Потому что Луна недофармивает немножко. Луна получила на себя первую смерть. А Луна герой, который хочет получить максимум до того, как она уйдет в лес. По той причине, что она все-таки фармит их неплохо. Но явно не с той скоростью, как, например, условный Торрублейд. Да, это правда Фантомка. Но опять же, Фантомка очень сильный герой на линии на самом деле. То есть мы привыкли видеть, что Фантомке тяжело на лейнапе. С другой стороны у Фантомки сейчас 7 денаев. И в целом с Орбов-Корожным этот герой нормально разваливает и Шамана, и даже Найт Сталкера. Потому что Найт Сталкер у него не так много имеется брони. А по Торбов-Корожным ты еще снимаешь брони. Поэтому можно пытаться разваливать Анастиком. Из плюсов он хотя бы жирный, да, и довольно мобильный. Особенно с появлением ночи. А ночью он через 47 секунд. 6-5 минута у них будет хороший килл потенциал на ту же самую Фантомку или Бэйна. На Бэйна то ладно развалить, а вот Фантомку надо обязательно фокусить. Иначе она слишком огромный станет. Глава же против нее потом еще играть. Так что ждем ночи. К этой ночи, правда, не так много будет у Бланара. Хотелось бы к первой ночи иметь уже фазики, но фазиков не будет. Вот только коричневый сапог, плюс, соответственно, не знаю, стики я бы на его месте не апал, сейчас просто пошел бы реально в армор. Да, вот, вот он берет щенмейл, правильно делает, потому что против фантомки подобные артефакты надо набирать как можно раньше. Обязательно, обязательно армор нужен. В боте Луна 21 на 3, но более-менее стоит в своей клипчиков-то бьет, да, там потихоньку ПТ-шечка варится, но все равно это выглядит как-то пока не очень. Нужны стаки. Нужно обязательно еще стаки на тройке, и вот от тройки здесь очень много зависит, да, то есть мы вспоминаем, что Луна на самом деле это персонаж в плане фарма очень похожий на Медузу условно. Тебе нужны какие-то стаки, тебе нужно постоянно контролить треугольник, это тоже такая будет проблема. Проблема против Марса и против Тимбера, который еще не будет. Фарик успел нажать, нажал, успел Фарик, нажал все кнопки, но погиб. Все равно у нас на топе фантом-ассасинка. Обидно, обидно, очень было близко. Но опять же, вот сыграл как раз ченмейл, который пришел, из-за этого Баланар смог задавить, нажали все кнопки на фантом, фантомка погибла. Имея довольно хороший стрик в виде двух киллов и довольно хорошей доминацией, сейчас замедлит немножко. На бете я что-то не ощущаю присутствия НЧ, она как будто бы просто вот, ну, ее тут нет. Не знаю, почему так случилось. Но как минимум Лайн секьюрится, пока что и в слове свои бабки получает. У него, кстати, если что, это Луна сигнатурная, 25-й левел. Тем временем подшел дамаг на ту самую Луну. Ну, стики, успеваем, не успеваем нажать на это, все равно не меняет ситуацию. И, несмотря на подкил Лунчи, она успевает забрать. Тибир хочет ее, да, Тибир сейчас ее сожрет просто. Ну, конечно, типа, не то чтобы вот это время, оно как-то положительно для Тибира сказалось. То есть, он-то целился в Луну, но Луну убили до. Ну, наверное, что он в пятерку забрал, это не особо сильно меняет ситуацию. Мало того, он для Банголера создал ситуацию, где вот он очень-очень легко зафармил Лайн. Пошел еще и зафармил маленьких Кребцов. Никикул целую пачку пропустил. Не по кайфу. Совершенно. Так, Нетворса 3700, у Тибира 3300, у Панголера 3000, у Марса и Фантомки примерно столько же немножко отстает лунный Баланар. Ну, это и логично, это и логично, что... То есть, на линиях у HF все довольно... довольно неплохо сложилось. Да? Прям, да. Ну, Баланару вот это грустно, конечно, когда у него темп низкий, сложно выкручиваться, потому что ты должен всегда в таймингах быть между вот этими ночами и всем остальным. Фармит героя реально медленно, поэтому если получает слабый старт, то вообще печаль беда, потому что пока ты там забираешься до Сабли, ты уже очень сильно можешь отъехать вообще от всех топовых Нотворсеров. Да, там Марсу пофигу, например. Даже если у него слабая линия, он все равно свой левел получает, и потом за счет того, что у него есть копье и ребюк, он может совершенно спокойно этими двумя стволами целую лайн забирать. На топе, тем временем, на Подалова, на Омара. Ну, наверное, хотели, конечно, побольше забрать именно Баланара, но у Баланара по язык 7 стиков и его фиг убьешь. Ну, главное, что фантомка еще подкачалась немножечко, да, там, хронички на себя получила. Приятно. Как-никак, киу есть киу. Что называется, ну... Так, в медиан, Нуб, некоторые проблемы возникают, конечно, с Интикулом. Да, тяжело под Тиммера подходить, естественно, по галеру, а вот с Шаманчиком уже можно, еще и Инча рядом. А ты уверен, что им хватит дамага? Ну, с Инчой, наверное, да. Но там Инча с первым имбетасом только. Что есть подозрение, что в первом умрет вполне вероятно сейчас Панга. Вот Панги еще просто прорывают за счет Сайланса. Ну, наверное, нажмется, и успеет, да, ультимейт. Сох красиво кайтит его, но Сох все равно погибает, потому что Скай в супертонке плюс тут еще Инча пришла, накинула. Но в целом мы понимаем, что, окей, Скай, считай, развеял, да, в смысле, ганг мог бы быть идти на Тиммера, но, в конце концов, Скай разминировал. Но Тиммера сложно убить, у него 18 стаков сейчас, у него четвертый реакция формат. Это падла бесит максимально. Ну, не имею в виду, смысл, игрока, именно имею в виду, конечно же, героя. Герой очень сильно токсичный. Так, на топе тем временем, снова нападение на Фантомку? Нет, вроде нет. Но реализация ночи, честно говоря, пока отрасла не очень большая. Одна смерть Фантомки. Можно больше, можно крепче. Вот сейчас как раз-таки начинается наезд на Редсу. Пока не хотят, пока не хотят под Тавр. Нету Дарк Ассеншена, возможно, этого боятся, хотя скиллпоинт имеется в теории. Можно было бы попробовать нажать там как-то. Младил, это бы на топ, сейчас они будут забирать и Фантомку, и Тавр, здесь. Так что, я бы на месте Фантомки так себя спокойно не ощущал. На боте никого, на миде никого. Он вообще не имеет ни малейшего понятия о том, что происходит на карте, но при этом всём остаётся на лайне, и поэтому умирает. Странные действия, конечно. На другой стороне, может быть, его ещё не выловят. Марс делает ТП сюда. Ну, время, время действовать активно. Хекс, ну, тут, очевидно, просто арена ставится на двоих. И это минус Омар. Ну, Рассел ушёл. Рассел ушёл, за счёт того, что он в полёте у нас бегает. Анимация, смешная, нереально. Ты так же, да, он в прослуге бегает? Да, 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 да. Так, ну, по итогу, на самом деле, за Депп или Тавр, да, то есть даже потому, что луна сюда стянулась, это стяжка оказалась не самая удачная, потому что по фарту голод так много она не получила, там 20 голды его. А вот я сейчас Тавр забрать, это было бы уже круто, но Марс, это, конечно, не даст сделать так просто. Сюда приходится ещё Шаманчику нажимать ТП вновь. Под змейки сыграть тоже сложно, да, то есть Рошан вряд ли, а вот если какой-то Тавр, то это уже можно попробовать. Но Тавр, тем временем, на Мидео, забрал Никки Кул, да, так он не участвовал движусь на топе. Он, правда, не забрал, а вот Пангалер не знаю, но всё. Ну, Пангалер, сало. Погибает. Сукудуля. Конечно. Ну, при любом, плюс один, да, Панга насылается из стомницы портов прямиком в таверну. Рассла нашли. Расслу больно, у него ночи нету, 67 секунд до ультимейта, поэтому он никогда не уйдёт. Очень приятный франк для Рассла. Да, для Рассу, прошу прощения. Подзалили немножко, то есть здесь и погиб, и погибла вторая позиция, и третья. Это, конечно. Такого не должно происходить, на самом деле, но происходит, как происходит. Глиф нажимает на топ, дефать его вряд ли кто-то будет, потому что здесь, по факту, Марс без даггера, понятное дело, врываться не может, да и фантомка, естественно, тоже не готова. Будут просто дефать фантомку, вот по максимуму. По кайфам тем временем, дорогие друзья, 1.82 на 1.88, то есть ситуация 50 на 50, на одну и другую команду, опять же, до 10 тысяч ребяток можете золотать у нас по баннерочку по трансляции. Совершенно спокойно. Вот, но по факту пока игра, конечно, я бы не сказал то, что она нереально сложная, там, для, например, Ореда. Луна все еще большая, да, она смогла выбраться из своего, так сказать, из своей печальной ситуации после лейнинга. У нее топ-2 нетворс, и Сави, очевидно, не будет останавливаться ни на чем. Но, с другой стороны, мы понимаем, что это подробно. Она, да, может быть, будет не иметь лучшие тайминги на планете Земля по вопросу появления у нее ВФа, но подозреваешь, что к 16-й минуте он у нее будет. Соответственно, с этим мы получим ту самую фантомку, которая, в конце концов, вылезет после БКБшки. Я, кстати, надеюсь, что она не будет собирать, но я сразу пойдет в БКБ и начнет драться со своими тиммейтами. Потому что, ну, будем честны, Луна может просто запушить до смерти по серпент вардами, который у дома сейчас на Нидо поставил, и, кстати, время на него же. Ну, все, все, да, да. Финсгрипп, может быть, дать. Маэстро тянется, тянется, но вытянуть не может. Никакого тамблерстоя у него нет. Для этого Сала можно от Скайрафа закинуть. Ну, ба, да, дается в последнюю секунду. Ну, не способен нажать на сутимейт. Скай гениально играет. Маэстро, Найтмейр. Финсгрипп тратит на эту, на этого саппорта. Не хочется, очевидно. Его и так можно просто пробить. И все, и все. Минус 2. На ровном месте. Ну, продолжает умирать. Вот чувак, напоминаю, 24-м левелом Пангольера. И реально очень-очень опытный олдовый мидер. Ну, не то, что супер олдовый, да, конечно, но все же. Но довольно слабо отыгрывает на личном исполнении. Очень много ошибается. Практически на любой героях. И вот этот матч не исключение. Да, да, как-то вот прям, ну, не идет у него совершенно на всех трех картах. Ну, на второй карте в целом у него там было все не так плохо, конечно, не так случайно. Там у всей команды было все хорошо. Да, то есть он на Батрайдере прям летал, там классом все делал. Здесь на Батрайдере уже сложнее, гораздо-гораздо сложнее. И Тимбер огромный. Иул, Худ, Аркан Тапки, еще что-то там летит. А, ладно, это так варитка. Ну, короче, Тимбер очень большой. У него очень много сейчас демиджу, у него второй чекрам. Или он не будет брать второй чекрам, кстати. Да, не взял. Решил экономить ману все-таки. Тоже логично, когда у тебя слотов нету, чтобы экономить. Попытаются выйти в топ, но Т2 забрать очень-очень трудно, тем более, что у Марса появился Блинк Даггер, возможно, какой-то фай даже попытаются навязать. Тут очень круто, вижу, что одна, что другая команда именно здесь, поэтому, скорее всего, драка будет. Да, просто потому, что у... Классно Круто, все понятно. Он все знает, он просто прожимает свой ультимейт блинка, разбивает лицо слейву при помощи чекрама раз, но, что-то дамаги маловато. Нужно больше, нужно больше, накидывает, накидывает на Скай, даже не тратил здесь ультимейт, Финс Грипп, кстати, был потрачен до этого. Ну и это минус 2, неплохо сыграно за размену Марса. Самое главное, что забрали Луну, правда, из минусов один из пилов получил саппорт. Бланер, прожимает ультимейт, как же плотно, разбивает лицо Скай, то же самое касается теперь еще и Бэйна. Бэйн на разворотике, Найтмэр нажал, окей, Фантомка напомню, все это время только фармит. Она довольна, она довольна такими разменами, независимо от того, что два саппорта погибли. Желательно не потерять еще тимбера, Сайленс скоро закончится, и тимбер просто уйдет. А Фантомка фармит, Фантомка довольна. С бэйфчиком, на 15-й, все принесла, и теперь еще и БКБ будет фармить вторым слотом, и я говорю ей большое спасибо, что это не для Дезолятора, потому что значит, надо смотреть на дозу 4 на 5 еще несколько минут дополнительно. Да, у Фантомки все хорошо, луну здесь поймали очень и очень качественно, но там на самом деле маэстро классно сыграл, он долго-долго держал в финсгрипе этого пангольера, и тот не смог раскатиться никаким образом, поэтому здесь, конечно, маэстро нужно выделить, то есть на Пугневича совершенно не шло у этого игрока, здесь на Бене прям показывает сейчас, что, ну, уже лучше, уже гораздо все лучше. В первый раз финсгрип нажал, нажал, все, качественно, конечно, хорошо. Собрались. Все есть. Волнарож тем временем пытается реализовать свое время, пока у него ночь, благо еще 4 целых минуты можно катать, в ночи бегать. И вот по-хорошему, по-хорошему бы сейчас саппортом Ореда догадаться, что здесь есть варды, потому что на них же как-то напали, почему-то, ну, то есть Марджа не просто в пустоту блинкался, где с другой стороны не довардили, поэтому, наверное, так испалились. Тем временем, минус на Шам Айчам пришел от Никикула, у него анстопа был стрих, убить его пока никто не может. То самое золотое время для Тимбера, когда он супер силен, а с миды так тем более. Ю на Луну, у Луны нет БКБ, она умирает здесь 100%, и никто здесь не поможет. И это те самые передвижения по макро от ЭЧФ, которые мы выделяем на протяжении всего этого времени, на протяжении всей этой серии, говорим о том, что реально в этом вопросе им здесь нету равных. Классно, круто. Нашел еще Инчу, Инча успела нажать хил, правда он первого левела, амстанчик пошел от Кентавра, Блинк надо сбить, Блинк надо сбить, молодец, сбивает, но один фиг, арена будет нажата, и это точно минус на Инча адрес от Мистик Флеера. Да, конечно, ЭЧФ вот так вот ловит на каких-то перетяжках, на каких-то подпушек соперников просто прекрасно. И в своем лесу, причем к тому же, да, то есть они не выходили куда-то в атаку на территорию соперника, скажем так, они просто зашли в свой же лес и там же забрали персонажей RedoTunders. ЭЧФ молодцы, просто невероятные, Фантомка продолжает, продолжает накачиваться, а Луна играет 0-4-4. У нас выход от у RedoTunders, возможно, будет наоборот. Учитывая, что Змейки Шаманы есть, в принципе, ночь имеется. Так. У нас тут парни, да, готовы принимать сражение, правда, нету Фантомки, поэтому ЭЧФ и ЕС сейчас Ники Кула найдут, они могут потерять своего мидера. Бэйн вышел первый. Это не сделал, просто отдался. Ну, да. Сейчас блинкаут нажать на Марси. Кстати, можно будет и подраться после того, как закончится у тиммейт от Ангальера. Алена, правда, еще 8 секунд КТ, поэтому не очень приятно. Форстапы там нажаты, довольно своеобразные, но как же много. Вносит демадж и Тимбер вместе со Скаем. Еще Рецу пришел в сражение, наконец-таки он здесь, и это минус 3. Слишком далеко задайвили. А Реда, особенно учитывая то, что с ними не было все это время Славья, соответственно, доп. ДПСа не приехала. Да, прям все печально-печально-печально. Ой, ладно. Короче, мне кажется, что Red Hat Anders здесь вообще не хватает энергии, на самом деле. Я бы, значит, на их месте, на самом деле, подумал бы, подумал бы о том, что можно было бы выпить энергетик Торнадо Energy, кстати. Поэтому, если вы хотите заряд энергии, попробуйте намить Торнадо Energy, и можете кликать по баннеру под нашей трансляцией. Там 11 вкусов целых. Вообще, жизнь. У нас 10 игроков, и если вот еще замена, то это то же самое количество. Ничего себе. Да. Математика. Гениально. Anyway, пока HF чувствует себя просто замечательно. Карта идет явно по их диктовку. Да, понятное дело, что сейчас будет золотое время до Луны, когда она вот добралась до БКБ, и такая, hello, парни, я готова драться. Давайте мы попробуем все вместе что-то замутить. Но если у Славея не получится нормально себя позиционировать, если не получится нажать БКБ, или еще что-то произойдет страшное совершенно, там попадет Финцгрип, то на этом можно будет написать ГГ. Все реально будет зависеть от позиционки. Позиционка пока что у HF готова. Тут блинкдаггер просто нажать на Марс и вынесла, что называется. Там борды палят, ставят сентри, блинклинг на Пангальера, БКБшик от Славея мгновенная. Все это с Эклипсом и походу минус Марс. Да, минус Марс за Расту не очень приятно. С другой стороны Пантонка влетела, нажала свои кнопки ТП-аут от Славея, добивая здесь еще у нас Энчандрес. И, конечно же, Рассел тоже сейчас себя пойти не найдет. Эх, обидушка для Рассела, просто никого невозможно отзорить. Трипл килл для Редсу, Славея такое ладно, я все понял, давайте дальше фармить, потому что, к сожалению, моя команда не готова нормально играть в дозу. Это точно. Что-то вообще у Реда Тандрес в этой игре не пошло. Причем, опять же, вот драфт себя показывает, вот Энчандрес плюс подголеет сейчас вообще не работал. Там под анвизом просто пришел молодой человек, спалил луну, которая фармила Кэм, думает, что она полностью в порядке, но на самом деле я с не солидарен, наверное, думала, что вообще пацаны либо в Рошана пошли, либо где-то расфармиваться дальше, там, и так далее, но тимбера в Энвизе она предположить не могла никаким образом. Очень много делает Ники Кул на этом героя. Я смотрел очень много игр от медовых тимберов от Фантастик Файвов, когда они еще существовали. Это было в рамках, по-моему, первого сезона ДПС, и там каждую игру Фантастики брали себе медового тимбера для Малорине. И это было очень плохо. Вот прям, ну, крайне плохо. Ты не понимал, почему они продолжают долбиться в этого тимбера. Здесь, в Сочи, вот эти две катки Ник героя реализует очень хорошо. Я бы сказал, там, где-то примерно на 120-130% точно. Так что, прям красавчик, молодец. А, Тиммер круто работает. Бэнд, в первую арену, здесь шаман должен погибать, по идее, Ничодерс также очень больно. Мизик Флэр пошел, добивает Инчу, добивает шамана, при этом еще Инча Байбекца сразу же полетела на сайт Сталкер, Пангольер там раскатывается, можно Скаймак хотя бы попробовать зафорсить, но под БКБ Фантомка, она вообще ничего не боится. Минус Пангольер, Скаймак, Скаймак, все еще жив, сколько у него там, КТ-30, КП остается, БКБ нажимает на Сталкер, полетел, пытается хотя бы Ская добить, забирать курьера Маэстро, но улетит, возможно, нет, не улетает, боже, какой крит, что, Рецу, что делать? Не, не, все, все, Вижена нет на него, невозможно догнать Баланара, как бы вы ни пытались, в Роша надо идти, в Роша надо идти, без Ультимейта Пангольер, даже если он байбекнется, он все равно ничего не сделает, еще 40 секунд, соответственно, просто можно влетать, совершенно спокойно, под минус армором, можно порпнуть, орбов Коррозен, и Дезолятором уже готовым, максимально по кайфу, 2 минус армора, получается, минус 9 всего, и Роша будет падать, Эггис для Рецу, ну и понеслась, ну да, Фантомка, короче, смотрится здесь очень хорошо, тем временем на боте, приветствую, Баланара, у того еще, когда я БКБ, что-то нажимал, пишите в файте, монстр килл для Никки Кула, 8.07 у молодого человека, мидер, конечно, из чайфов, просто красава, сэндексик поставили, маэстер точно загибать, желательно, конечно, страх отдать кому-то из хоров, и отдает, ну, бул, тем временем, Викетсик, Викетсик от Рецу, еще сейчас добью, скорее всего, он еще, Нича пыталась делать тэп-ау, но там копилом от Марса, по-моему, это тильты ГГВП, надо пописать, но играть они будут до конца, все-таки, пока трону, но на хайранг, паблосах, в такой ситуации уже встают, они, то есть, в амулетике, и все такое, потому что тут уже очень тяжело, и тут просто не от того, что кто-то, ну, очевидно, что проиграли старт, да, мне было очень плохо, всю игру, Луна бегает 1-5-5, БКП имеется, но ни одного предмета на какой-то быстрый фарм, то есть, Москов Мэндес, который позволяет тебе просто хотя бы бить хрипов, Эмшин, там, и так далее, и все, Яши нет, ничего нет, приходится Сильвер Эш брать сразу же против Фантомки, ну, погибает в боте от трех игроков, это уже, такие, фраги, добивные, на самом деле, Фантомка здесь, я не знаю, как она проиграет эту игру, это очень тяжело. Ну да, надо прям постараться, чтобы залить. Ну, в целом, ты можешь не нажимать БКБ, например, никогда в своей жизни, тогда ты по кексам, например, тебе-то, так и взяты, например. Что было, в драке, где единственный эклипс был использован, да, когда Славя получил БКБ, вот, пошел на топе драться, там, по факту, Фантомка-то почти умерла, на пол-КП потерялась опять за одну секунду, под эклипсами и дэмэджем от плевок, но, дальше-то, как бы, дело не продвинулось, потому что БКБ нажимается, ты уже летаешь по файту, все эти 9 секунд, и тушь на максималочку. Бэйн, можешь найти Славя, сейчас Финскрипт, просто нажать на него, а Финскрипт, КД, поэтому Славя уходит. Ну, даже если бы нажали бы, Финскрипт, все равно, контролировал его. Сейчас, Марс. Марс, да? Ой, 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 ну, а, ой, ой, очень много делаешь против этого панголера Скай, просто супер много, это постоянная затычка, когда ты просто не можешь нажать кнопки, и без БКБ, это и по факту юзлис герой, и мы видим то, что он хочет себе линку, чтобы как раз-таки защититься от этого Эншент Сила. Моя странича еще поймал, начальность. Должна быть пока. и ничего страшного, нету. Нэ, нэ. Ай, добивает все-таки газоребиком. Еще и нуб курьера, да, да что ж курьер-то стоит-то, все, ну ладно. Нэйти сталкер с шаманчиком пытаются сплетить топ, тимбер уже здесь, 8-0-12 бегает, ники кулы, и скорее всего сейчас будет пытаться делать 10-0-12, спит телепорт, получается шаманчику сбить тп, шаман погибает, Нэйти сталкер нажимает, пока он пытается Бэйна избить, Бэйна возможно даже и убьет, неплохо, но это опять же, потраченная БКБ, потраченный Дарк Ассеншен, а тем временем падает сторона, кстати, я смотрю за стороной как раз, там шраки пускай носится за саппортами, мне интересно, как Рэдсу бьет Барак, потому что, что может быть лучше вообще, тем временем на топе, может быть поимка Баланар и Чан, летит конкасев, опять же, конечно же понятно, где находится Баланар, но вот догнать его, кстати, возможно получится, просто кинуть, просто кинуть копье, но он только-только его увидел, и гос-ребюк, если я не ошибаюсь, не снимает топ, не-не-не, не снимает топ, вот, да, неправильная кнопка была выбрана, даже если бы Кану не успевал, мы можем хотя бы попробовать, но копье не было использовано, Рэдс тем временем заходит на топ, говорит парни, готовьтесь, у вас снимается топ, а Егис у меня еще целую минуту, нападать на меня не имеет никакого смысла, мало того, у него уже еще и башерочек сверху, да парни, пока очень неплохо, змейки поставлены в никуда, по сути, змейки попадают очень быстро, спокойно фантомка, мистер-миром ломает, вторая сторона падает, маэстро там поймали втроем, ребята, ну потратили, практически ничего не потратили, это конечно хорошо, можно сейчас попробовать подраться, а за что драться-то, миличных бараков больше нет, на топе иномиде, фантомку попытаться Егис любить как-то, разве что Хекс Марса, продолжение какого не будет, естественно, а фантомка сейчас еще и поймает инчу, или нет, инча? на слове хочет, если они убивают луну, то это гоготочное, они заканчивают просто всю карту, но нет, слушай, вот фантомка, это такой персонаж, который иногда вообще не работает, согласись, то есть иногда фантомка, прям проседает, она вот там бф, что-то долго-долго фармит, как-то, прям печально у них, то что и напекали таких героев, которые очень быстро влетают в игру, да, Тимбер вместе с Марсом, это очень активные парни, и Скай, очень агрессивный саппорт, вот этих хоров, и им есть с чем играть, им эта фантомка не нужна была, половина игры, и вот сейчас, как раз таки, скрывается, а штраф просто сбалансирован, хорошо, нафиг она прекрасна, луна говорит, парни, давайте я покажу вам, что такое эклипс под БКП, мне это получается, конечно, к сожалению, вот лицо на лицо, фантомка просто посильнее, и месо, это минус 4, тот майк, трипл килоам, ультракил, от Ренсу, ну, я думаю, что здесь в целом, просто надо написать, нет, не хотят писать, и Ред, мы посидим в таверне, вернемся, и будем сильнее, атомка могла бы, на самом деле, сразу пойти на мидл, выбивать байбеки, но почему-то не пошло, а ну вот, О, Реда Тандерс, О, Реда Тандерс, завтра, по-моему, то ли завтра, то ли послезавтра, у них игры на OpenQual, где писи, Европы, вот я думаю, что луны там точно не появится, вообще, либо она появится хоть каким-то героем, потому что нечая, это не совершенно не тот персонаж, который должен быть под луной, Night Stalker интересно, кстати, ну, сама связка вот Night Stalker луна, она смотрится довольно забавно, то есть, ну, действительно, вот эта ночь без ночь, как бы все дела, но с другой стороны, с другой стороны, нужен какой-то герой еще, нужен какой-то герой еще под луну, чтобы она, хотя бы немного комфортно себя чувствовала по игре и на линии, и в мидгейме, также вот, Shadow, Shadow Демон, но это всю жизнь был один из лучших персонажей под луну, вот, почему бы его здесь не взять, я, честно говоря, отличный, абсолютно не вижу, он и против Бэйна работает довольно неплохо, из Sky Maga, да и против Фантомки, на самом деле, тоже, тиммейт довольно неплохо, Фантомка пробивает, падает последняя сторона, Бэйна спокойно должен забирать барак, БКБ имеется, Сатаник имеется, ну, въезжает, давайте, сейчас Фантомчику за Артопусем, Рассел въезжает, Бэклайн пытается Сатаник, Сатаник на нее поставили, Херс, Фантомка, Фантомке очень больно, но опять же, сейчас БКБ, Сатаник, пару ударчиков, и Найс Сталкер погибает за эти пару ударов, и Мистик Куэр, Марс обтанковывает очень много дэмэджа, может быть, даже погибнет, но это ничего страшно, потому что Луна уже отлетела без Бэйбэка, но также уходит на базу, сторона падает, Змеечки работают, конечно, там, хотя бы забрать, но Тимбер, вот, Ники Кул, как бы, показывается, что такое Тимберсоя, 11-0-14 от играл, когда 25, ну да, почему бы нет, это Фантомка уже не обыграть, через клип, забирают, Энчантра, сбрывается под фонтан, минус, по-ангальнер, ГВП 2-1, все-таки, HF, команда из OpenQual, крутая, крутые ребята, очень по-макро классно играют, на самом деле, и обыгрывают топ-4 прошлого сезона в World of War 2 Champions League. Ареда очень хорошо себя показывала, она, причем, на самом деле, также действовала в рамках групповой стадии, то есть, крайне слабо, они еле-еле вышли из группы при помощи, по-моему, даже переигровок или чего-то подобного, но потом в плей-оффе они показывали себя очень хорошо, и реально обыгрывали команды, которые смотрелись на префлопе намного сильнее, то есть, там было, было, типа, три игры подряд, когда коэффициенты на винлайн говорили о том, что они полнуюстью аутсайдеры, и они все равно побеждали. Здесь они начинают ровно так же, как и предыдущий сезон, то есть, проигрывая групповую стадию, и HF, да, отличное открытие, хорошие драфты, неплохое исполнение, ну и, наконец-таки, нормальный медовый Тимберсо, которого я, честно говоря, очень давно не видел, чтобы он реально работал. Вот, мы отправимся с вами на небольшую паузу, игра должна стартовать вот прямо сейчас, по-хорошему, но будет очевидно 10-минутная пауза, у нас дальше Алис Эвентурус против Элэвен Манкис, узнаем, кто эти люди, узнаем, как они катают совсем-совсем скоро.